Всем добрый день! Продолжаю знакомить с продукцией торговой марки Маги. Я уже покупала листы для жарки, для сочной курицы. Мне куриная грудка в этих листах очень понравилась, поэтому я решила попробовать и другую продукцию. Но если честно, гамбургеры я не люблю из-за большого количества хлеба. Но идея приготовления котлет в бумаге мне понравилась. Поэтому я решила использовать этот рецепт, но внесла кое-какие изменения. То есть вот такой пакетик. Здесь 4 листа для жарки. Эти листы для жарки пропитаны маслом и обсыпаны пряностями. Вот такой пакетик. Изготовлена такая продукция в России. Нестли, Россия, город Москва. С другой стороны, вот на этой стороне написано, как готовить. Для этого понадобится 500 грамм нежирного фарша, 200 грамм булочек, помидоры, свежие огурцы, листья салата, кетчуп и лук. Я решила взять вместо булочек ломтики для тостера. Сейчас я покажу, из чего я буду делать бутерброды. Вот я взяла ломтики хлеба для тостера, помидор, лук, огурец, зелень. Также мне понадобится говяжий фарш. Единственное, что я не нашла на пакетике, нужно ли этот фарш солить. Но в составе соль есть. Поэтому все-таки я фарш чуть-чуть посолила. Так, итак, давайте посмотрим, что там за листы, какими пряностями они обсыпаны. Вынимаются они с трудом, потому что они промасленные. Вот такие листочки, сложенные вдвое, обсыпаны пряностями. Сейчас я прочитаю, что здесь за пряности. Итак, состав. Сушеные овощи, томат, порошок, лук, чеснок, порошок, подсолнечное масло, соль, кулинарный жир из пальмового масла, сушеные травы, петрушка, базилик, чабер, сахар, ароматизатор, дым, специи молотые, перец черный, кориандр, крахмал кукурузный, регулятор кислотности, лимонная кислота. Бумага для жарки, жиронепроницаемая, силиконизированная. Фарш я разделила на 4 части и сформовала котлеты толщиной 1 сантиметр. Подготовленную котлету я уложила на одну часть листа. Второй частью я закрываю эту котлету и прижимаю ладонями. У меня получилось вот такие 4 котлеты, завернутые в промасленную бумагу со специями. Теперь их нужно пожарить на сухой сковороде без масла. Итак, сковороду я хорошо разогрела. И теперь на сухую сковородку выкладываю котлеты, завернутые в бумагу. Прижимаю и жарю на среднем огне примерно 10 минут. Сковородку закрывать крышкой не надо. Обязательно проверяйте состояние специи на нижней стороне листа. Если специи начинают подгорать, убавьте нагрев. Через 10 минут переверните листы с котлетой на другую сторону. Жарьте еще 10 минут. Следующую партию я жарила на другой сковороде. Вот посмотрите, какие получаются котлетки. Вот такие котлетки у меня получились. Очень сочные и очень ароматные. Правда, мне показалось, что здесь слишком много лимонной кислоты. Потому что чувствуется, вот кислота очень сильно чувствуется. Как видите, котлета хорошо прожарилась и поджарилась. Единственное, что мне не понравилось, что это вокруг котлеты слишком поджарился сок мясной. Ну, в принципе, такой же бывает и на сковороде. На разрезе котлета выглядит вот так. По вкусу напоминает обычный бирштекс. Но очень вкусный. Считаю, что специи подобраны неплохо. И та же лимонная кислота, которая мне вначале раздражала, здесь совершенно меня не смущает. Здесь она вполне уместна. И она как бы потерялась среди других специй и ароматов. Котлета совершенно не острая. Всего в меру. И соли, которую я добавила в фарш, тоже лишней не стало. Котлеты не пересоленные. Для бутербродов огурцы, помидоры и лук я нарезала тонкими ломтиками. Вот такой замечательный бутерброд у меня получился. Я его делала без булочек. Поэтому у меня не гамбургер, а просто обычный бутерброд. Но все равно получилось очень-очень вкусно. Я уже попробовала котлетку. Сначала мне показалось, что слишком много лимонной кислоты. Но когда я попробовала котлетку все вместе с овощами, получилось очень даже вкусно. Стоит такая продукция 250 тенге. Покупать или не покупать, решайте сами. Но я попробовала. Буду пробовать и другую продукцию. Насчет того, что экономично это или не экономично, сказать сложно. Но уже то, что здесь не нужно масло, это радует. Считаю, что рецепт удачный. Мне очень понравилось. Надеюсь, мой отзыв кому-то пригодится. Буду признательна за лайк, за подписку на мой канал. Заходите в гости. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok